В понедельник в наш район с рабочим визитом прибыли директор Департамента развития сельских территорий Министерства сельского хозяйства России в сопровождении министра сельского хозяйства Республики Адыгея Юрия Петрова. Первым высокопоставленные гости посетили ФАП в хуторе Казюно-Кужорском, построенный по программе развития села. Он функционирует вот уже два года. Владимир Свеженец по достоинству оценил в целом работу медперсонала. Сколько в день у вас на приеме? Ой, когда-как. Ну, в среднем. Ну, до десяти. До десяти человек в среднем. Да, да. Востребовано? Конечно. Все автономное. Газ, вода, все? Нет, когда у нас нет, у нас электрическое управление, ну, там стоят электрические котелы, горячая, холодная вода. Все в порядке. Место вашей работы постоянное, ухожено. Молодцы, что поддерживаете, потому что у нас потом, как правило, через год, через два здания не узнаешь. Да, ну, нам нужно. Вы молодцы, что очень бережно относитесь, да, но вижу, с какой душой, теплотой. Кстати, Кашкабульский район самый активный, значит, по программам. Да, я видел, вы, кстати, молодцы, и я буду на совещании об этом говорить. Везде у вас лидер Кашкабульский район. Очень активно. Во-первых, здесь нет холдингов. Здесь нет холдингов, они не допустили. Сегодня вся земля и вообще это позиция главной республики о том, что у нас должны на земле работать наши фермы. Хударяне хотят, чтобы не только медицина стала ближе, но и спорт. Они обратились с просьбой построить спортивную площадку для детей. Владимир Свеженец отметил, что осилить это Атыгея вполне сможет, так как программа действует до 2020 года. Далее гости посетили сразу несколько ферм, существующих в том числе благодаря грантовой поддержке. Ибрагим Хамирзов на 2,5 миллиона полученных в мае этого года закупил 12 голов КРС. Пока молоко перерабатывают сами, но о собственном производстве на перспектив задумываются. Как раз фермы, как вы, могут смело вступать в кооперативы, а грантовая поддержка уже на сельхозяйственные и потребительские кооперативы вам позволит уже приобретать оборудование для переработки молока. В любом направлении. Сыр, производство любой линейки, которую вы посчитаете, до 70 миллионов. О переработке, но уже мясо птицы говорили на ферме начинающего молодого фермера Руслана Папова. Руслан получил грант 1,5 миллиона рублей, купил технику и оборудование для приготовления комбикормов. Сейчас у них два корпуса и 13 тысяч цыплят. Далее гости побывали еще в нескольких районах нашей республики и завершением стало совещание с участием главы республики.